Не помнишь, где вчера был? Загляни поглубже в мозг, он все помнит. Это «Чуть-чуть о науке», и сейчас 7 минут будет интересно, а потом выпуск кончится. Друзья, сегодня у нас две восхитительные новости. И первая из них – ученые научились складывать оригами с помощью света. Представьте себе, что у вас есть лист бумаги. Если его нагреть или поджечь, то у него края так как бы скукожатся, свернутся. А вот теперь представьте, что у вас есть лист не бумаги, а специального материала, который при нагреве меняет свою форму. Ученые взяли лист такого материала и начертили на нем полоски разных цветов в тех местах, где должны быть сгибы, а затем посвятили лазерам разных цветов. Пигменты разных цветов по-разному поглощают свет. Например, зеленые чернила лучше всего поглощают красный свет. Поэтому, если посветить на наш лист красным светом, то зеленая полоска нагреется раньше всего, и в этом месте лист деформируется. Так вот, ученые взяли лист из такого специального материала, начертили на нем разноцветные полоски, посветили разноцветными лазерами и сложили серегами. Это звучит безумно, но это может быть очень полезно, потому что иногда нужно изменить форму материала, при этом к нему не прикасаясь. Например, в медицине. Так что такая разработка может очень пригодиться. С детства мечтал складывать оригами, но твои руки крюки? Уже извел тонну бумаги? Хочешь сделать журавлика, но все время получается самолетик? Лазерное оригами! Покупай заготовки и сделай оригами на зависть друзьям. Позвони нам прямо сейчас и получи набор «Морской волк» в подарок. Собирай корабли и будь грозой ручьев талого снега. Позвони нам скорее, предложение ограничено. А вторая новость совсем уж невероятная. Ученые вырастили эмбрион мыши без яйцеклетки. Серьезно. Не буду ждать до конца новости, а сразу объясню, зачем нужно такое издевательство над эмбрионом. Это может помочь создать новые методы борьбы с бесплодием и лучше изучить развитие эмбриона в первые 14 дней, когда риск потерять его особенно велик. Конечно, мышь не человек, но с чего-то же нужно начинать. Ученые взяли эмбриональные стволовые клетки и стволовые клетки, с которых развивается плацента, и поместили на специальную подложку. Клетки начали развиваться и организовываться в структуру, которая очень напоминала эмбрион мыши. Так продолжалось 4 дня. А затем зародыш погиб, потому что ему было неоткуда брать питательные вещества и кислород. Ученые в будущем усовершенствуют эксперимент, чтобы продлить срок жизни зародыша. Друзья, а я напоминаю вам, что теперь наши выпуски новостей выходят по четвергам в 19.00 по Москве. И в течение часа после выхода видео мы отвечаем на ваши комментарии. Мы называем это «Счастливый час». Присоединяйтесь! Друзья, в мозгу каждого из нас есть нейроны, которые формируют когнитивную карту местности. Они называются нейронами места и активируются только в определенной, закрепленной за ними области пространства. Например, когда крыса движется по прямой, то в ее гиппокампе последовательно один за другим активируются нейроны места. Кстати, эти же нейроны играют важную роль в эпизодической памяти, которая включает в себя воспоминания о конкретных событиях и их контексте. Так, например, предполагается, что нейроны места активно участвуют в формировании страшных воспоминаний, относящихся к какому-то конкретному месту. Но, к сожалению, на сегодняшний день механизм этого явления изучен достаточно плохо. Чтобы разобраться в этом вопросе и понять, как работают нейроны места при активации страшных воспоминаний, ученые делали просто какие-то адские вещи. Сначала они с помощью ударов током привили крысе страх к определенному месту в клетке, а затем начали мониторить активность различных нейронов в зависимости от конкретного участка в клетке. Наблюдая за поведением крыс, ученые обратили внимание на то, что животные с выработанным страхом никогда не заходили в то самое опасное место. Они всегда останавливались и сворачивали в сторону незадолго до него. Это говорило о том, что связь страшных воспоминаний с местом активировалась еще до того, как животное попадет в это самое место. Таким образом, получается, что нейроны места получают доступ к страшным воспоминаниям еще до того, как животное попадет в место этого самого страха. Как оказалось, в тот момент, когда крыса останавливается около опасного участка, и перед тем, как свернуть в сторону, в ее мозгу начинает проигрываться ситуация, как будто крыса прошла в этот самый опасный участок. Кстати, такой процесс проигрывания какой-либо ситуации может происходить не только во время бодрствования, но и даже во время сна. Более того, наш мозг может воспроизвести путь в определенную точку пространства, даже если мы там до этого физически не были, а только видели. Две банки Жигулевского и вон того карасика сушеного. Сейчас пойду на эфиревую башню смотреть. Группа американских ученых представила метаматериал, геометрическая структура которого позволяет достичь теоретически рассчитанного верхнего предела упругости. Для тех, кто забыл, я напоминаю, что метаматериал — это такой материал, свойства которого обусловлены не столько свойствами составляющих его элементов, сколько искусственно созданной периодической структурой. В современных технологиях требуются легкие материалы, способные переносить высокие нагрузки. На сегодняшний день самые легкие материалы этого класса представляют собой структуры, имитирующие пчелиные соты. Однако показатели упругости метаматериалов, известных на сегодняшний день, весьма далеки от теоретического максимума. Что мы в итоге имеем? Правильно, пространство для совершенствования. Но так как ученые не очень любят работать руками, да это еще и дорого и долго, то они сначала все рассчитали на компьютере. Взяли самые многообещающие метаматериалы и составили зависимости модуля упругости Юнга от плотности и формы. В результате, после моделирования поведения различных фигур под нагрузками, было определено, что самая топовая и упругая форма это... Попа Ким Кардашьян! На самом деле это попа не Киминаж. Ладно, теперь точно все. Самой прочной оказалась комбинированная структура, которая построена на основе кубов и октаэдров. Такая геометрия позволяет достичь теоретической верхней границы упругости и обеспечивает максимальную прочность при любых нагрузках, независимо от направления прикладываемой силы. Кроме того, этот механический метаматериал обладает низкой плотностью, а его геометрия позволяет выдерживать без деформации высокие ударные и длительные нагрузки, а также обеспечивает звук и теплоизоляцию. В общем, идеальный материал. Скоро все из него будет. И дома, и машины, и самолеты, и... Сами знаете что. Эй, друг, есть что по мелочи? Есть, тогда скидывай мне. Все подробности, как отправить мне мелочь, будут в описании. Потому что ему неоткуда брать. Танцуй ему. Блин, я не могу плюнуть нормально. Сами... Сами...